Платформа «Контроль депутатов» – новый уровень взаимодействия с властью. Попасть на прием к депутату еще никогда не было так просто. Для вашего удобства мы внедрили онлайн-запись на сайте shari-control.com. Выбираете город и депутата, жмете кнопку «Записаться». Выбираете комфортный день и время, оставляете контактные данные и детально описываете проблему. Получаете СМС-подтверждение встречи. Не молчите о проблемах с ЖКХ, школами и детсадами, больницами и скверами. shari-control.com Вместе мы можем больше. Привет, мои дорогие друзья. Видео про Елену Лукаш посмотрел «Миллион человек». И оно продолжает, не теряет популярность и продолжает набирать. Наверное, это очень отрадно, потому что я рад, что вы можете ознакомиться с некоторыми людьми, с другой стороны, с той, с которой вы их не знали. В частности, с оппозиционерами, которые сейчас борются за ваше счастливое будущее. И, в принципе, во власти они пребывают уже много, десятков, наверное, лет. Я теперь покажу, для чего Елена Леонидовна упомянула педофильский шлейф шария. Вот для этого. Цензорнет, я думаю, что это успех, когда Елену Леонидовну цитируют уже Цензорнет. Экс-регионалка рассказала о педофильском шлейфе кремлевского видеоблогера Анатолия Шария. Когда я вам говорил, для чего она это произносит, вот наглядный вам пример. Ну и плюс заказные статьи появились, там, Аргумент ЮА, еще где-то. Ну, в общем, и ладно. Если кто-то это заказывает, значит, это кому-то нужно. Также Елена Лукаш разместила статус, не сделав никаких выводов из того моего видео. То есть, опять-таки, это с верхнего, вы знаете, есть бурбоны, я же говорил, есть голубая кровь, а есть смерды. И поэтому она рада очищению от аудитории, испанского беженца, никому не нужной партии, нам с вами не по пути, вам в другую сторону. И главное, задеть за живое меня могут только очень близкие люди. А на ваше мнение, смердов, которые не принадлежат к кругу близких людей, бурбонов, голубой крови, лордов по крови, мне плевать. Вот я уже с утра смотрю Елена Лукаш на телеканале Наш, никогда ее там утром не видел, но вот теперь уже увидел. Но, впрочем, результат все тот же, и некоторые люди уже называют Елену дизлукаш. То есть, где бы она ни появилась, там обязательно за ней следует масса дизлайков и масса высказываний тех самых людей, которых она почему-то считает ниже себя. По ошибке, наверное. Касательно того, что рассказывала Елена Лукаш о своем опыте работы с Януковичем. А у меня есть травматический опыт, как и у практически каждого гражданина этой страны. Работа с человеком, который предпочел личную безопасность и комфорт общему делу и даже президентской присяге. Его фамилия Янукович. Мне кажется, что Елена Лукаш работала бы поваром, окончив ПТУ Северодонецка, и никогда в жизни не пробилась бы никуда, если бы не этот самый Янукович, который приблизил ее. И в результате чего в итоге она стала министром юстиции. Но в украинском политикуме вовремя предать, значит предвидеть. Теперь мы переходим к самому главному. Что меня лично очень сильно задело в высказываниях Елены Лукаш о том, что я выбрал комфорт. Мол, я выбрал свой комфорт, ну и конечно же куда тут без упоминаний испанских вилл. Хотя она всего в единственном экземпляре. Это просто дом, который я купил за честно заработанное, ни разу не будучи при власти, не окучивая бюджет. И в моем пребывании в теплых краях и так далее. Я вам сейчас расскажу про теплые края. Итак, смотрите. Вот это вот декларация Елены Лукаш, когда она была министром юстиции Украины. За 2011 год. Как вы видите, звезд с неба не хватало. 219 тысяч гривен за год. Члены семьи 289 тысяч за год. В том числе заработная плата. Но она жила чисто на заработную плату. Я должен сказать, что Елена Лукаш чувствовала себя так скованно на посту министра, что ей даже пришлось запрашивать материальную помощь. В размере 39 910 гривен. И больше у нее нет ничего, кроме квартир. Вот тут есть квартиры 127 метров, 125 метров, 111 метров и один гараж. Никаких накоплений. Но откуда-то взялся автомобиль легковой Lexus RX 350. На то время ему было 2 года. Я не знаю, откуда он взялся. Может быть в том самом гараже, который принадлежит Елене Лукаш. Она его собрала вместе с мужем. Никаких накоплений. Никаких денег в банках. Ничего. 2012 год. Министр юстиции Украины Лукаш. Все то же самое. 231 тысяча гривен заработной платы. Ну а теперь поговорим о комфорте. Потому что в 2011 году, именно тогда, когда у Елены Лукаш не было ничего, была приобретена квартира на улице Ветрова 23 на Лукаш Любовь Васильевну. Маму Елены Лукаш. Пенсионерку. Дело в том, что когда ты министр, то лучше всего приобретать на родственников. И тогда как будто бы это не твое. Что это за квартира? Это элитный жилой комплекс. Ботаник Парадайз. Смерды и дети бедняков здесь не живут. Потому что здесь квартира. Вот такая же аналогичная квартира. Я не знаю, правда, какой там ремонт и так далее. 320 тысяч долларов. Это минималочка. Мы ищем по минималочке. 320 тысяч долларов. Возможно, муж помог. Но, во-первых, в декларации указано, что муж зарабатывает приблизительно столько же, сколько зарабатывает Елена. Муж не бизнесмен. Я вам уже говорил, что супруг являлся главой службы внешней разведки Украины. Именно супруг в 2016 году приобрел еще одну квартиру по улице Драгомирова, 16. Дело в том, что это также жилье не для бедняков и не для смердов, а только для элит. Это новопечерские липки. Причем находящиеся в непосредственной близости к ботаническому саду. Киевляне, наверное, поймут, что это за дома. Причем произошло это в 2016 году. Ну, именно уже тогда, когда Елена активно сражалась за счастье народное. Новопечерские липки. Квартал бизнес-класса, построенный по принципу город в городе, в Печерском районе, историческом, культурном и деловом центре Киева. Для понимания стоимости квартир в этом доме. Квартира метражом 50 метров, однокомнатная, 200 тысяч долларов. А квартира, которая плюс-минус похожа на квартиру, которую приобрел супруг Елены Лукаш, во всяком случае записал на себя, стоит порядка полумиллиона долларов. Да-да-да, вот в аккурат, полмиллиона долларов. Это далеко не все родственники, которые обзавелись элитным, элитным для элиты, жильем. В то время, когда их оппозиционные, оппозиционные родственники сражались за благо народное. Я забываю сейчас о родной сестре Елене Лукаш, которая трудилась в Центральной избирательной комиссии и приобрела себе также элитное жилье, о ней забывая. Мы смотрим на ближайшее окружение. В ближайшее окружение, я считаю, что следует все-таки вспомнить дочь от первого брака, госслужащего мужа Елены Лукаш. Дарья Григорьевна имеет жилище в Ялте, но указано как гараж. Следующее владение, это село Лесное под Киевом, значительный участок земли. Мы еще не проверяли, что построено на этом участке. Я думаю, сегодня же кого-то и отправим. Просто посмотреть. Для того, чтобы понимать, сколько там что стоит. Там не очень дорого, может быть порядка 80 тысяч долларов обошлось. Ну, может 100 плюс-минус, кто там считает те деньги. Также на Дарью Григорьевну записана еще одна квартира, которая приобретена вот-вот. В 2020 году на проспекте Бажана 10. Вот в этом вот милом доме. Для понимания, сколько плюс-минус может стоить такая квартира, обращаемся опять-таки к открытым источникам. Порядка 235 тысяч долларов. Да, 230-235 тысяч долларов. Если вы думаете, что это все, так это не все. Потому что в 2013 году на Дарью Григорьевну была оформлена еще одна квартира. И опять на улице Драгомирова Михайла. Опять. Да, да, да. Это все те же. Новопечерские липки. Элитка из элитки. Аналогичная квартира, а нет, на 10 метров меньше квартира, стоит 1 миллион 300 тысяч долларов. Но я вам должен сказать, что по дешевке можно найти такую же квартиру практически за 900 тысяч долларов. Я так полагаю, вовсе без ремонта. Там же рядом поселили и экс-супругу господина Ильяшова. Тоже в квартирке за миллион. Зачем мелочиться, я этого понять не могу. Честно говоря, я уже сбился со счета, сколько потрачено миллионов долларов на жилье при заработках 300 тысяч гривен в год. Вот, ну, возможно, потом попер бизнес, но фишка в том, что половина точно этих квартир куплена тогда, когда Елена Леонидовна как раз-таки была при власти. Была министром юстиции. Вот что мне не дает покоя, как бы. И вот тут вот мы упираемся, наверное, в жемчужину. Мне кажется, самое красивое. Может, там еще что красивое есть? Мы еще посмотрим. Потому что люди, которым нравится рыться в документах на чужое жилье, которое куплено честно. Людям, которым нравится упоминать там про выбрал комфорт. Им надо быть готовым к тому, чтобы их комфортную жизнь показали. Чтобы люди, которые восхищаются их пламенными речами на телевидении, знали, откуда они выезжают, чтобы проехать туда на телеканал. Сейчас я вам покажу. Итак, вот ведомости из государственного реестра. В 2013 году был куплен дом по улице Проулок Реута Михайла. Этот дом, который находится в известном всем киевлянам царском селе. То есть, это элитка из элитки из элитки. Потому что люди не могут себе там позволить дома. Я не говорю уже даже про смердов. Я говорю даже про элиту. Не все могут там позволить себе дома. Потому что там зачастую дома стартуют от 10 миллионов. Так вот, этот дом находится прямо в царском селе и оформлен на маму-пенсионерку Елены Лукаш. Я нахожу по минималке дома меньшим метражом. Потому что у Елены Леонидовны дом намного крупнее. И вот сейчас, после всех этих обвалов, оно стоит 5 миллионов. Вот тоже аналогичный, плюс-минус 5 миллионов. Вот здесь 67 миллионов гривен. Это было по дешевке, наверное, поэтому и купили. Говорят, можно купить совсем по дешевке. Вот тут вот без комиссии указано. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Но мы, конечно же, не могли себе отказать в удовольствии и отправились к дому. А вот так вот он выглядит с земли. Это если вдруг вы, вот вы когда слушаете про счастье народное и так далее, вы, пожалуйста, вспоминаете этот домик в царском селе. Опять-таки, для киевлян объяснять ничего не надо. Ну, а для жителей других городов, я не знаю. Вот для москвичей это, ну, это как частный дом в Остроженке, к примеру, где-нибудь. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Но с земли мне не очень, если скажу честно, мне не очень нравится. Мне, вот кажется, сверху оно интереснее выглядит. Я думаю, что когда отдельные оппозиционеры начинают рассказывать про чей-то комфорт и так далее, а друзья этих оппозиционеров начинают рыться в бумагах, выбрасывать эти бумаги, чтобы они были во всех СМИ и так далее, им надо все-таки думать, ну, как бы, какой-то должен быть сдерживающий фактор. Потому что когда у тебя появляются десятки миллионов ниоткуда, когда ты работаешь на государственной должности, а потом ты рассказываешь про кого-то, какую-то там элиту, то надо что-то думать, ну, минимально хотя бы. Надо иметь хоть какую-то совесть. Минимально, ну, где-то там взородыши. Даже осознавая, что ты из династии Бурбонов и все остальные, это просто смерды. У меня все, наверное, пока что. Пока. Потому что я, партнол, все члены нашей команды понимают, что такое политика. Политика это действие, реальное действие. Политика это участие. Участие в жизни людей. Политика это ответственность. Политика это присутствие. А Шаре не политик? Назвать лицо из Ютьюба политиком. У меня язык не повернется. Адвокат сейчас стоит и выступает в суде. Пекарь печет пироги. А политик, он по моему субъективному, возможно, очень консервативному мнению, должен напрямую общаться с избирателем, а не через свой как бы Ютьюб. Вот смотрите, когда вы хотите перекусить, вы идете и готовите еду, а не смотрите ролик про борщ. Когда у вас что-то болит, вы не включаете серию Доктор Хауса. Вот может мы очень консервативные, но для нас политика это реальное участие в жизни людей, в жизни страны. Политика для нас это что-то очень важное, поэтому мы инициативу эту восприняли очень, очень. Такой политик на удаленке.